По статистике, каждый пятый житель страны начинает день с зарядки. Повальная мода на ЗОЖ захватила миллионы людей и в нашей стране, и по всей планете. Об этом сегодня поговорим в студии с фитнес-инструктором Вероникой Галиакбаровой. Здравствуйте! Доброе утро, Вероник! Вероник, скажи, пожалуйста, правда ЗОЖ захватил миллионы людей? Что случилось? Почему? Ну, сейчас это очень популярно, заниматься собой, заниматься здоровым образом жизни. Почему? Потому что сейчас успешный человек, это здоровый человек в первую очередь. И сейчас на это уделяют очень много внимания. И не только молодежь. Я знаю, что и старички тоже ходят качаться. И вообще я хочу от вас услышать, от скольки и до скольки это полезно. Фитнес, я имею в виду. Вообще я вам скажу, что нет границы возраста, на самом деле. Просто нужно правильно подобранные упражнения, правильная нагрузка и интенсивность. Вероник, извини, пожалуйста, скажи, а какой у тебя самый возрастной из твоих клиентов? Ну, самый возрастной, наверное, 47. А вообще в зале ты самого возрастного встречала? Конечно, да. Видели и 65, и 68. Вот, молодцы! А я хочу спросить, вот такой вопрос задать. Сейчас очень модно с нуля для какого-то конкурса, например, за два месяца, сделать из своего тела, ну, суперконфетку. Похудеют лету, похудеют за две недели. Это хорошо для организма? На самом деле я бы предостерегла девочек к таким агрессивным, наверное, нагрузкам, потому что в любом случае нагрузка должна быть планомерной. То есть поступенчатой. Нельзя взять резко и похудеть. Наш организм достаточно умная система, и его не обмануть. Поэтому, если вы решили похудеть, то начинайте всё плавненько. То есть и нагрузки вводим плавно, и питание вводим. То есть мы убираем калорийность. Не сразу там с 2000 на 900, да, убрали. То есть всё достаточно плавно должно проходить, чтобы не вызвать у организма стресс. И тогда скажите, за какой период времени возможно скинуть, например, 10 килограммов без ущерба для здоровья? Ну, я думаю, что всё-таки от 4 до 6 месяцев. Вот так вот. Готовься они летом, что называется, да? Вероника, скажи, вот сейчас популяризация интернета, да, популяризация ЗОЖа, и везде появилось огромное количество видеоуроков, как заниматься фитнесом, как худеть, как накачиваться. Вот как ты относишься к видеоурокам? Возможно ли по ним что-то, чего-то достичь? Я думаю, что, скорее всего, это неплохо, потому что не у каждого есть возможность пойти в тренажёрный зал, или заниматься с тренером, или вообще просто купить абонемент в фитнес-клуб. Поэтому на помощь приходит видеоурок. Почему бы и нет? Ну, нужно понимать правильность выполнения упражнений, прислушиваться, то, о чём говорит вам тренер, который даёт урок, ну, и стараться придерживаться каких-то правил безопасности, самым малейшим. Вероника, а вот есть какие-нибудь, я думаю, что есть какие-то упражнения, которые может сейчас сделать любой человек дома, не покидая квартиры и не покупая абонемент? Утром, просто сидя перед телевизором. Может, показать. Да, я вам покажу два упражнения. Первое упражнение мы будем выполнять отжимания. Это у нас работают руки, в первую очередь трицепс отжимания от стула. Сейчас я вам всё это продемонстрирую. Очень легко и просто выполнять это в домашних условиях. Как девочкам, так и мальчикам необходимы хорошие, красивые, подтянутые, крепкие руки. Работает у нас зона трёхглавой мышцы руки. Трицепс. Упор берём на стул, если у вас дома стул, либо скамья, если она имеется. Шагаем вперёд. Ноги у нас подсогнуты. Можно, конечно, делать на прямых ногах, но это будет более сложнее. Поэтому, если вы новичок совсем-таки, то выполняем на подсогнутых ногах. Упор у нас на пятках, спинку держим ровно, на плечах мы не проваливаемся вниз, то есть держим себя корпусом. На вдох локти у нас уходят строго назад, опускаемся вниз. И на выдох поднимаемся обратно наверх. Подлетели. Вдох, выдох. Обязательно работаем правильно с дыханием, потому что это очень важно. А если мы не можем так низко, градус может сначала быть маленьким? Можно, да. Можно делать чуть пониже, чуть покороче движение и помогать, если что, себе. И тут ноги у нас играют роль вспомогателя, помогать себе ножками. А сколько раз? 5-10 нужно сделать? Ну, сделать было бы неплохо 3 подхода по 10-15 отжиманий. И этого будет достаточно для того, чтобы ваши руки были красивые. А самая проблемная зона, пятая точка. Покажите, пожалуйста. Да, это у нас приседания. Покажите уже, Вероник, покажите, я уже весь во внимании. Обязательно мы должны здесь соблюдать технические условия, что ноги мы ставим широко. Также можно приседать в более узкой постановке ног. Но в более широкой постановке ног у нас работают приводящие мышцы. Это внутренняя поверхность бедра. Конечно же, квадрицепс – это передняя поверхность бедра, бицепс бедра. И наша самая щекотливая тема – это ягодичная. Обратите внимание, когда мы ведем движение, мы стараемся сохранять корпус максимально ровным. Уводим таз назад. Это первое движение в присед, которое мы выполняем. Таз уводим назад, опускаемся пониже, стараемся опуститься на уровень с коленом. Стараемся, чтобы наше колено не выходило за уровень носка. И во время движения у нас колено смотрит, куда смотрит носочек. Это анатомично, а значит полезно. Да, и это правильно. То есть сели вдох, встали, выдох. Вдох, выдох. Также руки можно просто держать на талии, если вам так будет удобно. А если я не могу вывернуть вот так носки, я могу в прямой позиции? Можно в прямой, да. Можно в более узкой, только здесь у нас уже немножечко по-другому будут работать мышцы. Здесь основная нагрузка будет уходить на переднюю поверхность бедра, это квадрицепс. Ну и также непосредственно попа у нас тоже здесь играет определенную роль. Ну все, Вероник, присаживайтесь, да? Присаживайтесь. Вы знаете название всех мышц. Я чувствую, что общаюсь не с фитнес-инструктором, а с учителем анатомии. Такое ощущение. Правда? Фитнес-инструктор должен знать все мышцы от и до? Это, конечно, обязательно. Это обязательно, потому что бывают всякие ситуации, и можно травмироваться очень легко в зале. Поэтому тренер в первую очередь должен понимать, на какую группу мышц ведется определенная нагрузка. Если человек ее делает неправильно, то есть подключается совершенно не та группа, на которую ведется упражнение, то это может привести к какому-нибудь плачевной ситуации. Спасибо вам большое, Вероника. Спасибо вам. Спасибо. В студии о моде на фитнес и здоровый образ жизни мы говорили с фитнес-инструктором Вероникой Галякбаровой. Ну а далее у нас, как всегда, время выпуска новостей.